А вы в курсе, что 1 марта экспертно-криминалистическая служба отмечает свой профессиональный праздник? Именно в этот день, в 1919 году, в системе уголовного розыска России был создан кабинет судебной экспертизы. Именно работа криминалистов в современной системе розыска является основным источником улик и доказательной базы. С их помощью раскрывается большая часть совершенных преступлений. Здравствуйте, в эфире программа «В курсе» и я, Ольга Десятова. В этой студии мы обсуждаем вопросы, которые так или иначе затрагивают интересы всех сочинцев. Ну и сегодня гость нашей программы – начальник экспертно-криминалистического отдела УВД по городу Сочи, полковник полиции Юрий Найденышев. Здравствуйте, Юрий Владимирович. Добрый день. Спасибо, что к нам пришли. Ну, по крайней мере, со стороны кажется, что работа экспертов-криминалистов крайне увлекательная, крайне интересная. Так ли это? И расскажите вообще, какие сегодня цели и задачи стоят перед экспертно-криминалистической службой? Спасибо за вопрос. Действительно, работа экспертных криминалистов в системе МВД – одна из самых увлекательных, пожалуй, работ, хотя не овеяна тем ореолом таинственности, как уголовный розыск. Специалисты, работающие в нашей службе, практически всегда, начиная свой путь от лейтенанта, заканчивая путь майорами, полковниками, никогда не переходят в другие службы и работают здесь. Поэтому, наверное, люди, собирающиеся в нашей службе, представляют собой в какой-то степени элитарный клуб системы МВД под названием «Экспертная служба». Ну, о чем вы занимаетесь конкретно? Занимаемся мы различными направлениями. Основная сложность в системе расследования в современном этапе заключается в том, что очень много происходящих противоправных действий сопровождается использованием технических средств. Преступники научились скрывать свои следы преступления и прятаться от правоохранительных органов. Эксперты помогают с помощью технических устройств и новых средств и методов находить эти следы, устанавливать людей, совершивших эти преступления, и помогать органам правопорядка в установлении истины. Какими качествами должен обладать полицейский, чтобы стать экспертом-криминалистом? Какой же этот набор? Ну, в первую очередь я хотел бы сказать, что эксперт должен обладать несколькими качествами. Основное качество – это то, что человек должен знать, что он будет учиться всю свою жизнь. Начиная с того момента, как он сказал «мама», заканчивая, наверное, уходом на пенсию, потому что все в этом мире течет, изменяется, и надо быть готовым ко всему. Первое, чему мы учимся – это учиться. Второй момент, который эксперт должен, он должен думать и обобщать. И нас очень часто рассказывают различные службы, что видели и специалистов, и свидетелей, что видели, как происходило событие. Эксперт должен составлять мнение по объективным данным и опираться только на те факты, которые он установил, а не слушать то, что ему говорят. Это второй момент. И третий момент. Ну, наверное, беззаветно любить свою работу, потому что иначе сложно стать профессионалом в этом деле. Вообще сотрудники МВД, у них работа сложна и физически, и психологически, а вот эксперты в погонах. Им так же сложно? Вы знаете, скорее всего, нет. Сложность любой правоохранительной системы – это то, что люди каждый день сталкиваются с, во-первых, с не лучшими представителями человечества, это преступниками, с одной стороны. С другой стороны, с людьми, которые потеряли что-то, потерпели какие-то неприятности, и у них негативные отношения. Эксперт – это человек, который не сталкивается с людьми. Он работает с объектами и вещественными доказательствами, которые молча лежат на столе и ждут, так сказать, когда их секреты откроют. Поэтому и наша служба, наверное, в этом отношении намного легче. Ну вот как раз таки, что касается улик и доказательств. Мы все смотрим телевизор, много очень детективных сериалов, разного рода детективных фильмов. И сыщики буквально там по маленькой ниточке, по волоску могут раскрыть преступление, распутать сложный криминальный клубок и докопаться, и найти злоумышленника. Вот это так? Близко ли это к реальности или нет? Вы знаете, ну как в любом фильме, вы же помните, что бывают фильмы, когда за полтора часа парень с девушкой встретились, она забеременела, родила, и сыну уже 15-20 лет. То есть за полтора часа уложилась вся жизнь. В фильме абсолютно достоверно показываются все эти факты, только временной фактор прохождения этой информации немножко сокращается. Действительно, от ниточки мы устанавливаем любое событие, механизмы, и помогаем правоохранительным органам, уголовному розыску и следствию найти тех людей, кто это совершил. То есть все-таки возможно? Мы можем все, поверьте мне. Ну и вот преступление, которое прошлым летом потрясло весь город, не только весь город Сочин, но и, наверное, всю страну, это убийство девочки в Лазаревском районе. Насколько мне известно, не было практически никаких зацепок, ни улик, но вот благодаря вашей работе как-то удалось все-таки раскрыть это преступление. Расскажите все-таки, что было сделано, какая работа была проведена экспертами-криминалистами? Ну, действительно, мы оказали практическую помощь, и я рад, что именно наша служба оказалась, вот, скажем так, тем локомотивом, который подсказал оперативникам восстановление личности лица совершившего. Это не человек, я считаю, это, в общем-то, существо двуногое. В этой ситуации мы при осмотре местопроисшествия, на котором участвовало 4 наших экспертов во главе со мной, мы обнаружили кое-какие объекты, на которых мы нашли следы ДНК. По следам ДНК эксперты установили профиль генотипа человека, а по профилю генотипа было установлено лицо, которое являлось жителем Ашулан-Удэ, далекого-далекого северного города. Ну, а уже дав имя, оперативные службы знали, куда бежать и кого искать. Но им нужно отдать должное. Лицо было задержано уже в Ростовской области, пытался скрыться, но правоохранительные органы и оперативные службы сработали на высочайшем уровне. Да, слава богу, преступник задержан и будет отбывать теперь срок в тюрьме. Ну, очень интересно, как вы вообще пришли в эту профессию, сколько вы лет в этой профессии, и, может быть, какой-то, расскажете, интересный случай из вашей практики, может быть, дело, которое запомнилось вам больше всего. Спасибо за вопрос. Ну, пришел я в эту службу, к сожалению, в силу обстоятельств, когда Советский Союз распался, было такое государство, и мой научно-исследовательский институт канул в лето. И специфика работы и мое образование позволила устроиться, наверное, в экспертную службу, о которой, кстати сказать, в студенческой шпаре я тоже мечтал. И, слава богу, моя мечта еще студенческая сбылась, теперь я эксперт с 92-го года, в общем-то, уже практически 25 лет, и очень рад этой работе, никуда не хочу переходить. А случаи? Случаи были от курьезных до самых сложных и интересных. Это, знаете, как решение задач и с чувством Эврика. Вот Эврика – это, наверное, одна из тех самых великих эйфорий, которые доступны человечеству. Так вот, первый курьезный случай, который мне запомнился, это, выезжая на место происшествия, хозяйка сказала, что в квартире пропали вещи, драгоценности и, в том числе, деньги, и она, в общем, страдает. Единственное, обратил внимание, что в коридоре стоят кроссовки, которые преступник, скорее всего, не их преступник оставил. Ну, подойдя с оперативником, я пошутил, говорю, вы знаете, кроссовки старые, ремонтируются, а вы знаете, что ремонтные работы очень часто используют написание фамилии, имени, отчества и адреса или телефона того, кто их ремонтировал. Я говорю, вот там на подстилке обязательно будет такой адрес. На что оперативник со следователем взял кроссовок, переворачивает стельку, а там фамилия, адрес. И бандит пока тащился дворами со своим имуществом. Оперативники приехали, ждали его возле подъезда, и он был задержан. Это вот такой курьезный случай, когда, ну, просто мысль эксперта привела к установлению личности. А самое такое сложное в моей периоде было преступление. В 90-х годах, когда один человек совершил убийство четверох людей, ножевое, довольно жесткое, страшное, осмотр места происшествия длился долго, установление лица, ну, обнаружение следов, и работа по этому длилась в течение двух суток, и выявление этих следов требовало, ну, не просто использование каких-то традиционных экспертных методов, ну, не готово бы все сказать, просто место происшествия было в плохую погоду, и, скажем так, повреждено, поэтому пришлось применять все доступные методы, средства, которые можно было придумать в этой ситуации, и были обнаружены следы, в результате которых было установлено лицо, которое также было задержано и понесло соответствующее наказание. В таких моментах, конечно, ради них, в общем-то, наверное, я и остаюсь работать в этой службе, потому что только когда ловишь этих преступников, наверное, получаешь удовольствие от того, что город стал чище. Юрий Владимирович, а расскажите, как вот техническое оснащение за годы вашей службы изменилось? Да, могу сказать, что я, в общем-то, наверное, застал те времена, когда у эксперта самое серьезное оборудование, которое было, это был микроскоп и лупа, и дактилоскопические порошки, появлялось оборудование, появились компьютеры, когда-то этот компьютер был один на отдел, мы этим очень гордились. В данный момент у нас, у экспертов, практически 3-4 компьютера, не считая серверов и всего остального, которые решают различные задачи. Оснащение компьютерного подразделения, могу сказать, на уровне, наверное, среднестатистической лаборатории по исследованию веществ, и лабораторных, и компьютерных исследований, и фоноскопических, и технических. Оснащение настолько высокое, что, наверное, нет тех задач, которые мы не смогли бы решить. Сотрудники, которые у нас работают в нашем подразделении, это и физики, и химики, и биологи, и математики, и компьютерщики. Это все специалисты, которые могут подсказать правоохранительным органам, в какой области оставил свои следы преступник. Я знаю, что в ваших лабораториях вы исследуете, в том числе, не сертифицированный алкоголь, которого в летний сезон, в частности, появляется очень много на нашем Черноморском побережье. Впереди снова курортный сезон, и туристы снова будут пробовать домашние вина, так называемые, чачу и разного рода настойки. Вот насколько вы, как эксперт-криминалист, можете сказать, насколько они безопасны или небезопасны? Ну, да. Вопрос очень интересный. Это как раз-таки одна из моих специальностей, которые я обладаю. Могу сразу сказать, успокоить жителей, что в нашем городе есть хорошие вина, есть хорошие коньяки и водки. Ну и есть, конечно, недобросовестные продавцы и лица, фальсифицирующие те или иные продукты. В преддверии курортного сезона я могу сразу сказать, что в силу обстоятельств вы должны прекрасно понимать, что любой труд по изготовлению любого продукта требует и времени, и сил, и затрат. Поэтому если напиток, который вы покупаете, например, вино, вы должны прекрасно понимать, что виноград должен созреть, его должны собрать, его должны подавить определенный, он должен забродить, на это все нужно время. И если литр вина стоит меньше 300 рублей, то это не вино, это напиток, который вам пытаются под его видом продать. Вот и все. Коньяки, их технологический процесс еще более сложный, и, скажем так, по всем канонам производства, пол-литра данного напитка может стоить не меньше 700-800 рублей по себестоимости. Вот и посчитайте, как это может происходить. Поэтому в первую очередь, приобретая какие-то напитки, вы должны понимать, если вы покупаете автомобиль, а на нем знак «Мерседес», а покупаете вы их за 3000 рублей, присмотритесь, может быть, это старый разбитый «Жигули». В этом напитках то же самое, присмотритесь к цене. Да, это очень важный совет всем туристам, ну и сочинцам в том числе. Ну и в завершении нашей программы я хочу еще раз напомнить нашим телезрителям, что 1 марта экспертно-криминалистическая служба отметит свой профессиональный праздник. Ну и, Юрий Владимирович, вам снова слово. Пожелайте что-то коллегам в преддверии этого замечательного праздника. Ну, прежде всего хочу отметить, что 1 марта – это начало весны, и рождение нашей службы, как ничто, знаменает, наверное, для всех жителей города Сочи, для всех жителей страны, что наступает, наконец-таки, тепло и прошла зима. А всем своим коллегам хочу поздравить их с наступающим профессиональным праздником. В первую очередь пожелать, чтобы у вас дома все было хорошо, близкие были здоровы, и вы не останавливались на своем профессиональном уровне. Поставить себе задачу, как минимум, чтобы каждый год вы приобретали какую-то новую специальность или прочли какую-нибудь художественную книгу. Читайте, живите, любите. Ну и мне хотелось бы в завершении программы, несмотря на ваш огромный опыт, пожелать дальнейшего профессионального роста. Спасибо, что к нам пришли. Успехов вам и удачи. Спасибо большое. Я напоминаю, что гостем нашей студии сегодня был начальник экспертно-криминалистического отдела УВД по городу Сочи Юрий Найденышев. Спасибо. Ну и вы смотрели программу «В курсе». Будьте в курсе всего того, чем живет наш город Сочи. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго. И до встречи в эфире. Сочи Юрий Найденышев. Продолжение следует...